Кого на горячем поймал регулятор Белиза? О росте благодаря Брекзиту, а также кто планирует запускать добычу биткоинов в США? Вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Финансовый регулятор Белиза опубликовал на днях предупреждение об очередном торговом бренде, ложно выдающего себя залицензированного. На этот раз мошенником был назван провайдер бинарных опционов Yield Options. Торговый бренд, принадлежащий британской компании HCBO. Как можно узнать из пресс-релиза регулятора, то Yield Options утверждает о том, что имеет лицензию на торговлю финансовыми и товарными производными инструментами, а также другими ценными бумагами, выданную международным финансовым органом Самоа. Однако эта информация не соответствует истине. Сама же компания позиционирует себя как ведущая платформа для торговли бинарными опционами, а ее сайт переведен на множество языков, что может говорить о большой целевой аудитории клиентов. Однако регулятор утверждает, что нельзя ни в коем случае доверять свои средства тому, кто использует доверие пользователей, обманывая и предоставляя лживые данные. Как и ожидалось, Брейзит вызвал серьезные движения на валютном рынке, и это спровоцировало рост юнских показателей у нескольких валютных торговых площадок. Серьезный рост был отмечен в FastMatch, HotSpot и Gain Capital. Издание Finance Magnets получило информацию о торговых показателях на EBS и FX SpotStream. В прошлую пятницу объем торговли лондонского междилерского брокера ICAP через площадку EBS достиг 200 млрд долларов. Для сравнения, в мае среднесуточный объем торговли по EBS составил 75,7 млрд долларов. FastMatch увеличил объем торгов на 43% в месячном исчислении. И общий показатель – среднесуточный объем примерно увеличился на 76,5%, и это оказалось выше значения июня прошлого года. Июнь оказался также удачным месяцем для FX SpotStream. Был зафиксирован рост среднесуточных объемов, исчисляемый двузначными числами. При этом число сделок увеличилось на 25%. Компания опубликует свои данные по итогам месяца уже в ближайшее время. Нельзя не отметить успех, и гейнкепитал – объем торгов подскочил сразу на 40%. Но сможет ли такая волатильность продержаться еще несколько месяцев? Ведь обычно они характеризуются спадом торговой активности. Добычей биткоинов на данный момент занимаются несколько компаний из Китая. Многие думают, что такое доминирование уничтожит идею криптовалют. Однако в США появилась компания, которая грозит подтеснить Китай в сфере цифровых валют. MGT Capital Investments планирует достичь вычислительной мощности в 2 петахаш. Предполагается, что оборудование будет запущено и начнет уже полностью функционировать 1 августа этого года. Со временем планируется ввести вычислительную мощность аж до 10 петахаш. Как заверяют представители компаний, текущий курс биткоина и стоимость других цифровых активов, а также появление новых чипов ASIC на техпроцессе 16 нм, позволят рассчитывать на высокую рентабельность добычи биткоинов. Кроме того, спрос на обработку транзакций растет, и компания сможет использовать свои мощности для выполнения других операций на базе технологии блокчейн. Джон МакАффи известен в сфере кибербезопасности и основатель первой коммерческой антивирусной программы, предположительно возглавит MGT, заняв пост исполнительного председателя Совета директоров и исполнительного директора. Информация предоставлена изданием Forex Magnates. Прибыльной вам торговой недели и до завтра!